Привет, друзья! Когда лень или некогда готовить, нас выручит готовая еда из магазина. Ну что ж, давайте продегустируем эту еду и выясним, стоит ли её покупать. На турбуфет фудзики бифстроганов из говядины с гречневой кашей. Написано, что это пища для ума. Масса 250 грамм. Состав полностью натуральный, никаких вредных добавок я здесь не обнаружил. Бифстроганов на турбуфет с говядиной, стоимость 199 рублей 90 копеек. Так, изготовлено в Кировской области, город Киров, поселок Костино. Разогрел гречку 2 минуты в микроволновке. Как мы видим, она рассыпчатая. Ну и вот сам бифстроганов. Ну и как мы видим, внизу ещё соус. Сейчас всё это дело перельём к гречке. Перемешаем. За счёт соуса каша гречневая стала уже не такая сухая. Гречка по вкусу мне понравилась, она рассыпчатая. Но тем не менее, её хорошо сварили. Ну а то, что касается мяса, то раз это говядина, то всё равно она немножечко жестковатая. Ну а соус, который здесь был по вкусу, мне не особо понравился. Я бы сказал, что это блюдо всё-таки не тянет на 200 рублей, потому что вкусовых каких-то особых качеств именно вот в этом блюде я не обнаружил. И можно было бы чего-нибудь более вкусного купить на эти деньги. Главсуп гороховый с копчёностями. Масса 250 грамм. Как оказалось, состав не 100% натуральный. Здесь содержатся усилители вкуса и аромата. Также есть ещё и краситель. И к тому же ароматизатор. Главсуп гороховый. Стоимость 72 рубля 99 копеек. Изготовлено в Телябинской области, город Златоуст. Продается этот суп в замороженном виде. И внутри мы видим вот такую вот глыбу льда. Чтобы этот суп разогреть, нужно убрать его в микроволновку на 5 минут. Вот через 5 минут в микроволновке гороховый суп хорошо прогрелся. Мы видим, что здесь копчёная колбаса. Видна картошка, зелень какая-то. Ну и видны кусочки гороха. Вкус такой довольно-таки насыщенный. Чувствуется наличие копчёности. Ну а вот сама вот эта колбаса, она конечно же не высокого качества. Такая дешёвенькая колбаса и не особо вкусная. Ну конечно рублей бы может быть я его оценил бы не на 70, а рублей бы может на 55. Он по вкусу не отвратительный. Есть его можно. Сытоедов. Чебурек с картофелем и грибами. Вес 125 грамм. Состав не полностью натуральный. Присутствует куча всяких компонентов с индексом Е. А также написано, что картошка здесь восстановленная. Она сделана из хлопьев. Чебурек с картошкой и грибами. Стоимость 35 рублей 99 копеек. Адрес производства Московская область, город Щёлково. Внешне чебурек смотрится как-то не очень хорошо. Поверхность его повреждена. Разогрел чебурек 2 минуты в микроволновке. Он хорошо прогрелся. Давайте посмотрим, что у него внутри. Ну и вот начинка, картошка и грибы. Попробовал отдельно начинку. Начинка неплохая по вкусу. Грибы это шампиньоны. Вместе с тестом тоже по вкусу неплохо. Единственный минус то, что начинки здесь не очень много. И вот здесь вот с краю её вообще нету. Она сосредоточена только лишь вот здесь вот в серединке. А здесь вообще одно тесто. И тесто вот в этом месте оно такое жестковатенькое. Не очень хорошо жжётся. Но думаю для своей цены качество нормальное. Мироторг. Курочка жареная с молодым картофелем в сливочном соусе. Масса 350 грамм. Это готовый продукт. Его только лишь разогреть 8 минут в микроволновке. Состав не полностью натуральный. Присутствуют ещё различные добавки с индексом Е. Курочка Мироторг. Стоимость 275 рублей 99 копеек. Изготовлена в Калининградской области. Посёлок Невское. Ну и в составе мы видим картошку, курицу. И полито всё это дело соусом. Ну и вот таким вот образом выглядит замороженная картошка. Блюдо разогрелось. Можно его теперь дегустировать. Ну и как мы видим сама курица. Она немножечко такая видно, что в каком-то соусе. И с добавлением томатной пасты. Потому что цвет немножко такой рыжеватый. Курица по вкусу мне понравилась. Но она больше как-то похожа не на жареную, а на тушёную. Ну и как мне кажется, её положили сюда приличное количество. Картошка по вкусу тоже неплохая. Она хорошо проварена. И чувствуется, что это действительно молодой картофель. Так что в общем производитель нас не обманул. Всё, что в общем было написано, это всё есть. И соус тоже, он действительно такой имеет сливочный вкус. Но соуса, конечно, тут не особо много. Цена почти 300 рублей. Это, мне кажется, дороговато. Ристория. Кордон блю с сыром и ветчиной. Основным компонентом состава является мясо цыплёнка. Ну и также куча всяких добавок с индексом Е. В общем состав не очень хороший. Масса 440 грамм. Стоимость кордон блю 189 рублей 99 копеек. Изготовлена в городе Калининград. Внутри мы видим 4 кусочка кордон блю. Внешне эти кусочки смотрятся вполне нормально. Обжариваем 5 минут с одной стороны. Затем переворачиваем на другую сторону. И обжариваем ещё 5 минут до готовности. Смотрим в общем, чтобы появилась красивая румяная зажаристая корочка. Кордон блю готов. Внешне он смотрится красиво, аппетитненько. Ну мы видим, что куриное мясо, немножечко сыра и немножечко ветчины. Начинки конечно же не супер много. Сыр подплавился. Ну и вот такая картина внутри. Как мне показалось пахнет чесночком. Ветчина как мне кажется не самого высокого качества. Но всё-таки здесь видны прожилки мяса. Ну а сыр он весь вытек. Не знаю почему, но его и было. Так как мне кажется здесь не супер уж и много. Попробовал отдельно небольшой кусочек ветчины. И по вкусу сразу же чувствуется, что это такая, как говорится, недорогая ветчина. Сама куриная оболочка, она сделана не из целикового куриного филе, а из фарша. Так что в общем это не настоящий кордон блю. Не такой вот, как он должен быть в классическом варианте. Но я думаю для своей цены, за 4 таких кусочка, 180 с чем-то там рублей, то думаю вполне приемлемая цена. На турбуфет. Кнели куриные с грибами и творожным сыром. Масса 90 грамм. Но состав не очень хороший, потому что здесь присутствует мясо куриное и механической обвалки. Ну и сам по себе состав очень и очень длинный. Здесь куча всего в общем добавлено. Кнели на турбуфет стоимость 79 рублей 90 копеек. Изготовлена в Кировской области, город Киров, поселок Костино. Разогрел эту котлету 1 минуту в микроволновке. И надо сказать, что от нее идет какой-то не очень приятный запах. Ну и вот если ее разрезать, то мы видим внутри грибы. Еще должен был бы быть какой-то там творожный сыр, но его что-то совсем не видно. Грибы это по всей видимости шампиньоны. В общем и по составу эта котлета была не очень хорошая. И по вкусу тоже и грибы какие-то невкусные, такие немножечко чувствуется, что они не особо свежие. И также сам вот этот вот фарш, он тоже какое-то уже такое ощущение, что подиспортился. Поэтому, конечно же, этих денег котлета не стоит. Она и небольшая, да в основном тут и грибы, да и куриное мясо здесь не очень качественное. Поэтому мне эта котлета не понравилась. Альберто лазанья. Масса упаковки 400 грамм. Основным компонентом в составе является томатное пюре. Также присутствуют различные овощи на гриле. И очень много всяких сыров. Никаких ни красителей, ни консервантов здесь не указано. Лазанья Альберто овощи. Стоимость 270 рублей 99 копеек. Произведена в Германии. Продается эта лазанья в замороженном виде. И сейчас она из себя представляет просто глыбу льда. Чтобы ее приготовить, нужно брать микроволновку. Написано, что на 8 минут. Но я думаю, что если микроволновка мощная, то будет и 6 минут достаточно. Лазанья разогрелась. Сверху мы видим, что слой сыра находится. Но это, скорее всего, что тут не чистый сыр, а еще какой-то соус. А также вот, по всей видимости, это баклажанный гриль. Ну и здесь вот слои теста. Ну и в разрезе хорошо видна слоеная структура. 4 слоя из теста идет. Ну и также начинка. Стал, в общем, это пробовать и практически все съел. Потому что штука очень вкусная. И надо сказать, что томатное пюре, оно не очень сильно ощущается во вкусе. Во вкусе больше всего чувствуется вот это вот тесто и вот это вот то, что сверху соус. Очень сильно чувствуется во вкусе еще овощи. Потому что овощей здесь добавили очень много. И такое ощущение, что они немножечко такие вот были маринованные. И вот этот вот соус, хоть и написано было, что томатная паста, но больше у него такой не красный, а оранжевый цвет. Наверное, потому что здесь много морковки. Сыра здесь я бы не сказал, что супер много. И вот этот вот беленький соус, у него сырно-сливочный вкус. В общем и целом, эта лазанья по вкусу мне понравилась. Но единственное, что здесь нету мяса. И стоит оно, конечно же, не дешево. 300 рублей за такую упаковку, это дороговато. На турбуфет крабовый салат. Классический, популярный вкус. 100% отборный состав. Еще написано, что без консервантов. В составе мы видим крабовые палочки, куриные яйца, а также майонез. Еще добавили немножечко сахарной кукурузы консервированной, рисовой крупы и репчатого лука. Никаких консервантов на самом деле нет. Салат крабовый, стоимость 79 рублей 99 копеек. Изготовлено в Кировской области, поселок Костино. Немножечко перемешаем салат, так как он слежался. По цвету он имеет желтоватый оттенок, возможно это из-за яичного желтка. То, что касается крабовых палочек, то здесь их не очень много. Больше всего виднеется яичного белка и риса, а также виднеется еще кукуруза. По вкусу салат неплохой, но конечно же крабовый салат, если приготовить его в домашних условиях, будет гораздо вкуснее. Крабовых палочек тут конечно положили маловато, и они не особо сильно чувствуются во вкусе. Ну и также майонеза здесь не очень много, в принципе это и плюс, так как все-таки он не перебивает вкус других ингредиентов. Могу сказать, что салат неплохой, но для 80 рублей, как мне кажется, цена высоковата, потому что в домашних условиях за эти деньги можно сделать и больше, и будет вкуснее. Белоручка. Морковь по-корейски со спаржей. Масса нет, то 300 грамм. В составе в основном морковь и соевая спаржа. Соевая спаржа это продукт, который делают из сои, и к настоящей спарже она совершенно никакого отношения не имеет. Также в составе очень много различных специй, усилитель вкуса и аромата, ну и также другие не очень хорошие добавки, в том числе и консерванты. Морковь по-корейски со спаржей, стоимость 54 рубля 90 копеек. Морковь изготовлена в городе Нижний Новгород. Морковка порезана по-корейски, ну и вот сама спаржа. Сейчас все это дело попробую и скажу, каково это на вкус. Морковка это такая немножечко остренькая, острота умеренная. То есть сначала ешь, даже ее особо не ощущаешь, и вся острота она уже как бы в послевкусии чувствуется. Ну а сама спаржа она не особо вкусная, да и в целом такое ощущение, что и морковка, и спаржа она какая-то не особо свежая, хотя срок годности еще не вышел. Поэтому могу сказать, что эта морковка и спаржа мне не особо понравились. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!